Поправить, значит, существует центральный штаб «Мы наследники Победы» и его возглавляет уважаемый наш генерал армии Ермаков Виктор Фёдорович. Наша структура, как и многие другие общественные и бандитические организации, входит в центральный штаб «Мы наследники Победы». Вопрос, который я хотел сейчас немножко коснуться, это вопрос одного из приоритетных направлений, я думаю, что партии он должен быть, это вопрос патриотического воспитания, вопрос преемственности поколения, сохранения исторического наследия и воспитания оборонного сознания в нашей молодежи, что нашу страну нужно защищать. Если говорить о ветеранском движении, то, что сегодня неоднократно было озвучено, творится бессистемность и в какой-то степени хаос. То же самое, в таком же состоянии находятся и вопросы патриотического воспитания. Кроме тех многочисленных ветеранских организаций, патриотическими воспитаниями, а скорее всего, назвать это патриотическими акциями, занимаются казачество, занимаются многочисленные патриотические клубы, занимаются ведомственные организации, организации от МВД, организации от культуры, организации от образования, организации от молодежи. И в итоге, вроде бы, ведется громадная колоссальная личная работа с привлечением больших сил, средств, людей, а результат все находится на одном и том же месте. Так вот, в программу партии мы заложили такое направление, как программа патриотического воспитания, цельная программа, в которой, в общем-то, основная концепция – это консолидация всех ветеранских и патриотических сил на вопрос патриотического воспитания молодежи. Основными моментами здесь можно указать, что создание патриотических центров на федеральном уровне, подотчетные центры, находящиеся на региональном уровне, городских и районных уровнях, которые могли координировать всю ту работу, всю ту колоссальнейшую работу, которую мы сейчас ведем. И, естественно, в рамках этой работы необходимо нам образовать единый информационный портал средств массовой информации. Работа очень много ведется, но мы мало видим ее на экране телевизора, мы мало ее видим в средствах массовой информации, очень мало в интернете, да, появляются в интернете самостоятельные сайты, самостоятельные порталы, но действовать их, в общем-то, практически без результата. Поэтому в той программе, которую мы предлагаем к работе, эти моменты учитываются. И, естественно, не может быть работы по стиматизации патриотического движения без систематизации ветеранской. То есть это единое целое. Поэтому, предлагая создать патриотические центры, мы предлагаем их создать в центрах консолидированных ветеранских сил. Мы надеемся, что в ближайшее время получим также поддержку и от руководства нашего государства, потому что буквально на прошлой неделе Владимир Владимирович Путин также поднимал этот вопрос о бесструктурности, о отсутствии консолидации вопросов патриотического воспитания, что, в общем-то, невозможно, если мы говорим о завтрашнем стране, если мы говорим о кадровом резерве страны, если мы говорим о целостности страны. Поэтому я предлагаю также многим организациям, представителям, которые здесь присутствуют, депутатов, делегатов от регионов, также включиться в эту работу по местам своего...